Всем привет! В поисках вкусного, простого, недорогого блюда обратите внимание на этот рецепт. Сегодня с вами готовим капустные лепешки с кунжутом. Это отличный вариант ужина для всей семьи. А готовить такие капустные лепешки сможет даже начинающий кулинар-новичок. Они хорошо тем, что они получаются очень сочными с хрустящей корочкой. Все ингредиенты и их количество пропущу под видео. Заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Давайте же сегодня приготовим очень вкусные лепешки. Для начала беру капусту и мелко ее шинкую. Чем мельче, тем лучше. Отправляю капусту в чашу. Добавляю соль и хорошо разминаю руками. Если капуста у вас очень твердая, то необходимо ее залить кипятком на 10 минут. А затем очень хорошо отжать руками. Берем зелень. У меня укроп, зеленый лук и петрушка. И мелко нарезаем. Далее в фарш добавляем соль, черный молотый перец. Сразу скажу, что у меня фарш из индейки. А также можно взять куриный фарш. Сюда добавляю куркуму и сладкую паприку. И мелко резаную зелень. Все хорошо перемешаю. Затем отправляю сюда капусту. Два яйца. Все хорошо перемешиваем. Одну чайную ложку разрыхлителя и просеянную муку. Далее все хорошо перемешаем и тесто для приготовления лепешек у нас готово. На предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло. При помощи ложки выкладываю готовое тесто. Разравниваю все и превращаю в лепешку. Далее уменьшаем нагрев плиты и готовим лепешку только на медленном нагреве плиты под крышкой. Чтобы капуста у вас успела приготовиться. По желанию сверху лепешку можно посыпать кунжутом. Переворачиваю лепешку при помощи тарелки. Это делается легко и просто. Готовую лепешку выкладываю на тарелку и жарим оставшиеся капустные лепешки. Из данного количества ингредиентов у меня получается 4 капустные лепешки. Лепешку разрезаю порционно и подаю к столу со сметаной. Вы не представляете какие они получаются ароматные, вкусные и очень аппетитные. Приготовьте и порадуйте всех своих домочадцев. И если вам понравился рецепт приготовления ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и конечно пишите комментарии. Не забудьте зайти подписаться на мой второй канал, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. А вам всем скажу, готовьте с любовью, экспериментируйте и все у вас получится. Всем пока-пока.